Спасибо, Александр. Дорогие друзья, очень рад быть снова на марафоне, просветительском марафоне, марафоне, который организует уже четвертый раз, как я понимаю, общество знания. В современном мире знания – это по большому счету все, если иметь в виду, конечно, не только приобретение знаний, но и умение их применять в практической жизни, где бы вы ни трудились, и дипломатия здесь совсем не исключение. Более того, в дипломатии, как, наверное, нигде в других областях деятельности человека, необходимо эти знания постоянно пополнять, отбрасывать то, что уже устарело, а жизнь развивается стремительно. События на международной арене еле-еле успевают порой за развитием технологий, а технологии, в свою очередь, влияют на те действия, которые страны предпринимают в своей внешнеполитической деятельности. Кто-то применяет эти технологии, исходя из самых добрых побуждений, стремясь продвигать взаимовыгодное сотрудничество. Кто-то пытается эти технологии узурпировать или использовать их для продвижения узкокорыстных интересов. Тему, которую вы выбрали для этой нашей встречи, дипломатия эмоций, убеждения и удержания. Но насчет удержания мы вот сейчас спорили с организаторами, что имеется в виду. Наверное, надо сначала убедить партнера, а потом удерживать его в русле своей позиции. Ну и в более широком плане, когда ты чего-то добиваешься на международной арене, надо эти позиции тоже сохранять. Но главное в этом названии – это убеждение. Дипломатия – это, прежде всего, умение слушать, слышать и убеждать в конечном итоге. И, к огромному сожалению, в последние годы, особенно после того, как завершилась холодная война, всем, казалось, наступает эпоха всеобщего благоденствия, даже некоторые политологи объявили конец истории, мол, отныне и вовеки на всей земле будут доминировать так называемые либеральные ценности. Но на самом деле вот это вот стремление объявить победу в холодной войне, которым Запад руководствовался, и стремление на этом основании доказать и утвердить на практике свое доминирование, оно, конечно, не имеет ничего общего с дипломатией, это чистая вода диктатом, особенно если мы учтем те методы, которыми Запад пользуется, начиная от угроз, шантажа, нелегитимных санкций, организации цветных революций, вмешательства во внутренние дела с использованием грубой силы, как это было в Югославии в 1999 году, в Ираке в 2003, в Ливии в 2011 и как это было с организацией цветных революций, в том числе на постсоветском пространстве, включая вот нашу многострадальную соседку Украину. Россия не согласна с такой логикой, то, что мы сейчас переживаем в мировой истории, это совсем не про Украину, если иметь в виду интересы украинского народа, это про использование Украины, беззастенчивое использование Украины с Соединенными Штатами и их сателлитами в интересах создания того, что президент Путин назвал антироссией, в интересах использования Украины как инструмента ослабления нашей страны, как плацдарма, на котором будут создаваться материальные физические угрозы нашей безопасности. И то, что сейчас мы видим в плане реакции Запада на реализацию целей специальной военной операции, со всей отчетливостью показывает, что задачи у Запада были изначально глобального характера, они были нацелены на ослабление, сейчас даже некоторые политологи на Западе признаются, что это ослабление включало и попытку расчленить нашу страну, поэтому эпоха, которую мы сейчас переживаем, это именно эпоха, это длительный исторический период, а нам надо быть готовыми к тому, что полагаться нужно только на себя. Недоговороспособность Запада, обещавшему нам не расширять НАТО на восток, провозглашавшего свои ценности в качестве универсальных, подписывавшегося под принципом неделимости безопасности, обязуясь не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, все это ушло в мусорную яму. Поэтому недоговороспособность Запада нам теперь хорошо известно, мы будем продвигать нашу повестку дня, которая будет опираться на принципы устава ООН, ключевой из этих принципов уважение, суверенного равенства государств, он прямо попирается американцами и их европейскими и прочими союзниками, но на нашей стороне, если брать население мира, 80% живущих на земном шаре представляют страны, которые не присоединились к санкциям, объявленным Соединенными Штатами и их сателлитами, несмотря на колоссальное давление, которое каждодневно, без преувеличения, оказывается на правительство этих стран, с требованием влиться в русло антироссийской, русофобской политики. Так что на нашей стороне не только устав Организации Соединенных Наций, на нашей стороне большая группа стран, которые исходят из необходимости уважать принципы устава ООН, они объединены в целый ряд таких передовых, современных структур, это и объединение на постсоветском пространстве, Организации договора коллективной безопасности, Евразийский экономический союз, Содружество независимых государств, это и Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС, и недавно созданная в Нью-Йорке группа друзей в защиту устава ООН. В ней уже где-то пара десятков стран участвуют, и их число, конечно же, будет расширяться. И мы всегда будем отстаивать именно дипломатические, политические подходы к решению любых проблем. Мы будем противостоять попыткам Запада решать эти проблемы грубой силой, шантажом и угрозами. В этом смысле, да, у нас дипломатия эмоций, наверное, потому что нормальный человек, который воспитан в русле наших традиций, в русле той богатейшей истории, которую мы унаследовали от наших предков, в том числе истории дипломатии, истории защиты интересов нашей Родины, эту традицию, конечно, невозможно без эмоций продвигать, потому что когда кончатся эмоции, то, наверное, и сильно сократится способность убеждать. А убеждать нам надо. И эмоции, которые мы используем для того, чтобы максимально убедительно разговаривать с нашими партнерами, они играют очень большую роль. Но, с другой стороны, нельзя поддаваться негативным эмоциям, опускать руки. Никаких трагических катастроф я не предвижу. В мире, еще раз подчеркну, преобладают тенденции в пользу возвращения к истокам, к уставу ООН, к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству. И когда наши западные партнеры переживут вот этот свой сейчас период мракобесия, я бы сказал, и захотят вернуться к нормальному, человеческому, равноправному общению, ну, наверное, мы должны быть готовыми к тому, чтобы их принять в сообщество нормальных государств, но, конечно же, на тех условиях, которые устраивают всех. А это, подчеркну еще раз, это прежде всего устав ООН и суверенное равенство государств. Вот сейчас я с небольшими эмоциями вступительное слово произнес, давайте поговорим интерактивно. Ну, не я буду определять, или я буду определять. Сергей Викторович, а давайте мы будем помогать в таком случае. Мы пришли на помощь, а давайте в таком случае воспользуемся все-таки служебным положением немножко и задам первый вопрос от себя. Сергей Викторович, сегодня многие, в первую очередь, западные государства, учитывая текущую политику, делают все для того, чтобы российские дип-миссии прекращали свою работу в западных странах, при этом активизируются у нас сейчас контакты, мне кажется, еще больше, чем раньше, с странами Зайско-Техьянского региона. Вот те люди, которые работали раньше в других посольствах, они сейчас квартируются в Москве или переезжают вот как раз в те регионы, где мы сейчас наращиваем свои дипломатические связи? Ну, процесс идет достаточно интенсивно, процесс перераспределения наших ресурсов на приоритетные направления, на направления, где расположены наши партнеры из числа дружественных стран, с направлений, которые, как вы правильно сказали, Запад пытается по-настоящему обескровить, хотя сам очень хочет задержаться здесь своими дипломатическими командами, чтобы сохранять какие-то линии коммуникации. У них, в принципе, позиция достаточно невнятная, очень трудно понять логику, которую они руководствовали, она противоречивая и, собственно говоря, вредная для них самих. Мы где-то, ну, я думаю, что сейчас цифры я точно и не вспомню, но около 200 дипломатов вернулись из недружественного государства, из них 90% уже трудоустроены, либо в нашем центральном аппарате, либо они уже согласились на загранкомандировку в страны Африки, Азии или Латинской Америки. И, конечно же, мы хотим значительно увеличить наше дипломатическое присутствие на пространстве Содружественного Независимого Государства. Я не вижу большой проблемы для того, чтобы люди перепрофилировались с западного направления на развивающиеся регионы мира. Они уже не столько развивающиеся, сколько перспективные регионы международного сообщества с точки зрения экономики, с точки зрения развития культурных, гуманитарных связей. Люди, о которых идет речь, они все большие профессионалы, как это всегда в нашей дипломатической службе мы старались обеспечивать, поэтому уверен, что им не составит большого труда приспособиться к новым условиям, к новым географическим ориентирам и с полной отдачей уже трудиться на этих важных для нас направлениях, где есть чем заниматься с точки зрения созидания, а не находиться на западных рубежах, где Запад просто оборвал все линии коммуникации. Спасибо, Сергей Викторович. Предлагаю обратиться уже в зал, потому что даже во время вашей и вступительной части и сейчас я вижу много рук. Волонтеры, помогайте, пожалуйста, с микрофоном. Представляйтесь и ваш вопрос Сергею Викторовичу. Здравствуйте, меня зовут Кис Александра, и у меня вопрос. Вот уже на протяжении 30 лет российский анклав находится блокированный между Молдовой и Украиной, когда Россия примет Приднестровье в свой состав, потому что было несколько референдумов о составе, о вхождении Приднестровья в Россию, и последний референдум показал, что более 97% опрошенных были за вступление в Россию. Нам ожидать окончания военной спецоперации или это будет время? Я не назвал бы Приднестровье российским анклавом. Это часть Республики Молдова, которая имеет преимущественно русское, русскоговорящее население, включая, если я не ошибаюсь, порядка 200 тысяч граждан Российской Федерации, которые имеют соответствующие паспорта, и с которым у нас действительно налажены очень тесные связи, в том числе и связи, касающиеся обеспечения безопасности на этой земле, безопасности как с точки зрения сохранности огромных складов боеприпасов, так и с точки зрения поддержания миротворческой операции, которая была согласована, когда в начале 90-х годов этот конфликт был, его горячая фаза была погашена. Мы были очень близки к урегулированию. Где-то лет 20 назад, в 2003 году, был подготовлен документ, который устраивал и Кишинев, и Террасполь, но он не устраивал Европейский Союз. Европейский Союз, по сути дела, запретил тогдашнему президенту Воронину подписывать уже парафированные договоренности, и это, конечно, очередная характеристика Евросоюза как организации, преследующей совсем не альтруистические интересы. Что касается будущего, сейчас и Приднестровское руководство, и мы выступаем за то, чтобы возобновить прямой диалог. К этому готово руководство Приднестровья, к этому мы призываем Кишинев, но, судя по всему, судя по публичным заявлениям президента Санду и ее команды, они под диктовку Соединенных Штатов и Европейского Союза такого прямого диалога не хотят, видимо, рассчитывая на какой-то вариант недипломатический решения этой проблемы. Мы внимательно следим за ситуацией, я вас заверяю, что мы сделаем все, чтобы интересы русскоязычного, русского населения в Молдове не пострадали никоим образом. Не будем забывать, что помимо Приднестровья в Молдавии есть еще Гагаузия, которая также претендует на особый статус. Она имеет, кстати, некоторый элемент особого статуса. И я думаю, что молдавское руководство поступит правильно, если бросит играть в навязываемые Западом геополитические игры и задумается об интересах тех людей, которые живут бок о бок. На данном этапе мы будем настаивать именно на таком подходе. Спасибо. Продолжаем. Вопросы из зала. Молодой человек, представляйтесь. Здравствуйте, Сергей Викторович. Я Медведенко Матвей, активист детско-юношеского объединения «В силы в правде». У меня такой вопрос. Как нужно действовать, когда метод дипломатии заменяется санкционной политикой? Спасибо. Ну, есть много пословиц. Око за око, зуб за зуб. Еще библейские есть заветы. В других религиях есть подсказки, как в таких случаях действуют. Конечно, принцип взаимности никто не отменял и никто не отменит. Поэтому, когда незаконные санкции объявляются, мы действуем по нескольким направлениям. Во-первых, отвечаем взаимностью, но не бездумно, как это делают в большинстве случаев наши западные коллеги, когда вводимые против нас санкции вредят им гораздо больше, чем нам. А мы это делаем так, чтобы, ну, как есть такое высказывание, чтобы не стрелять себе в ногу, не во вред себе. И, во-вторых, мы, в общем-то, мобилизуем страны, которые придерживаются принципов международного права, на противодействие такого рода действия. В частности, я уже упоминал, созданную в ООН группу друзей Устава Организации Бедных Наций, среди тех заявлений, тех практических шагов, которые она уже предприняла, есть и тема противодействия односторонним санкциям. По нашей инициативе в рамках ООН учрежден уже на универсальной основе пост специального докладчика по противодействию незаконным односторонним мерам. Так что, понятно, что здесь дело быстро не решается, но то, что шаг за шагом, наращивая незаконное давление на нас и на другие страны, против нас сейчас объявлен уже восьмой пакет санкций, якобы он будет готовиться. Запад, конечно, подрывает все основы миропорядка, который опирался, в общем-то, на продвигавшиеся самим же Западом принципы глобализации. Открытые рынки, свобода предпринимательства, добросовестная конкуренция, презумпция невиновности, все это в одночасье было перечеркнуто. Поэтому будем отвечать жестко, но не во вред себе. Спасибо. Друзья, передаю микрофоны в зал. Молодой человек, представляйтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Сергей Викторович, меня зовут Зыгар Иван Игоревич, я студент третьего курса Московского политехнического университета. У меня такой вопрос. Сейчас идет... Вот мы говорим о том, что Украина была нагло использована и до сих пор используется против России, и на ее территории строилась антироссия. Но сейчас в ходе военной спецоперации идет освобождение территорий, и территории освобожденные извеляют желание вступить в состав Российской Федерации. И есть такая область, Запорожская область, которая собирается провести в сентябре референдум. Ну, по крайней мере, об этом речь идет. Но она, к сожалению, не в полном составе находится под контролем российских сил. И возможно ли будет включение по итогу референдума в состав Российской Федерации Запорожской области, на которой будет проведено голосование не в ее полных границах, скажем так. И что? И вопрос какой? Ну, вопрос, а будет ли она включена в полном составе в этом случае? Или будет включена в тех границах, в которых будет проведен референдум? Я бы сейчас не стал гадать. Мы уже не раз говорили, что мы хотим достичь целей специальной военной операции, которые заключаются в устранении угроз русских и русскоязычного населения Донбасса, республики, которые мы признали, Донецкая народная республика и Луганская народная республика, устранение угроз нацизма, цели деноцификации на Украине, от которых страдает весь уже украинский народ. И, конечно же, задача демилитаризации Украины в том смысле, чтобы с территории этой страны не проецировались какие-либо угрозы безопасности Российской Федерации. Эти задачи решаются последовательно, президент об этом регулярно говорит. А судьбу тех территорий, которые мы освобождаем от неонацистского режима, будут решать, конечно, те люди, которые там живут. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Альберт Олешов, молодежный парламент при Госдуме. Сегодня в новостных лентах очень много вспоминают про Советский Союз, про 91-й год. Вы могли бы нам, как молодому поколению, рассказать, что все-таки произошло в 91-м году? Это какое-то стечение обстоятельств было, или это какое-то преднамерение на госпереворот? Спасибо. Знаете, об этом сейчас, буквально вчера и сегодня еще больше вспоминаю, в связи с кончиной Михаила Сергеевича Горбачева. Масса комментариев и от наших политических деятелей. Вы знаете, президент выразил свои соболезнования родным и близким Михаила Сергеевича, другие наши политики, и очень много комментариев со стороны западных политических деятелей, которые подчеркивают уникальный вклад Михаила Сергеевича Горбачева в сближение Востока с Западом и его многие другие успехи. Но одно вот интересно. Вы упомянули, начали вопрос свой с Украины. Вы видели, как сейчас вот эти западные деятели, которые сейчас воспевают эпоху сближения Востока и Запада после Холодной войны, при этом объявляя себя победителями в Холодной войне, они же несколько дней назад участвовали в очередном шабаше под названием «Крымская платформа», в ходе которого истерично требовали вернуть, как они говорят, Крым Украине, прекратить агрессию, оккупацию и так далее и тому подобное. Вот очень, знаете, в истории много бывает совпадений. Вот так совпало, что через несколько дней не стало Михаила Сергеевича первого и последнего президента Советского Союза. А в одном из своих интервью, когда он уже не был в должности, не так давно, может быть, год-полтора, его спрашивали ровно об этом. О Советском Союзе его спрашивали, как такое произошло. И об Украине. Он сказал, что он украинец, а жена его была, он русский, а жена его была украинкой. Говорил, что для него нет разницы никакой. Говорил, что украинские земли, особенно вот восточная Украина, всегда были русскими землями, говорил Михаил Сергеевич в открытом интервью. И только в рамках Советского Союза Украина получила элементы государственности. А когда произошел распад Советского Союза, который он очень тяжело переживал, как вы знаете, он вспоминал об этом в том самом интервью. И говорил, что Беловежские соглашения, распад Советского Союза, все торжествовали, что мы теперь отнимем власть у Горбачева. И он подчеркнул, никто не подумал о Крыме, который является русским исторически по всем законам справедливости. Вот когда воспевающие вклад Михаила Сергеевича в мировую политику, западные деятели, игнорирует вот эти его высказывания, которые по большому счету идут в русле того же анализа, который дан в статьях президента Путина, это очевидные двойные стандарты. И это явное желание использовать имя этого человека, в том числе после того, как его не стало, в своих геополитических целях. Кстати, среди тех, кто высказывался по поводу своих отношений с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, был и бывший, есть бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер, который много раз вел с ним переговоры. И я так сейчас недословно, но смысл абсолютно четкий. Он, Бейкер, заявил про Горбачева, я считал его честным переговорщиком и мог рассчитывать на его слово. Потрясающее признание. Потому что как раз на слово Бейкера мы тоже рассчитывали. Мы, я имею в виду руководство Советского Союза, в том числе про нерасширение НАТО на Востоке. Обманули просто нагло. Здравствуйте, Сергей Викторович. Меня зовут Пензин Матвей. Я студент третьего курса юридического факультета МГУ. И у меня такой вопрос. Недавно я прочитал работу Ильина, что сулит миру расчленение России. И в этой работе он писал о том, что расчленение и вот это вот разделение России на разные части, которые в итоге не будут обладать единым суверенитетом, повредит прежде всего западному миру. И это как раз про то, что стрелять себе в ногу. И как Вы считаете, какими мерами сейчас наиболее эффективно обеспечить целостность России на будущее? Спасибо. Ну, я думаю, наиболее эффективно целостность России нужно обеспечивать последовательным продолжением того курса, который мы проводим последние 20 лет. И я уверен, что у нас никаких альтернатив не существует. У меня нет сомнений, что подавляющее большинство граждан Российской Федерации заинтересовано в том, чтобы мы этот курс продолжали и достигали успехов на этом пути. Ну, а что касается процитированных работ Ильина, это же ведь не только древняя философия. Сейчас буквально неделями или пару месяцев назад какая-то новая организация, вот я смотрел «Россия-24», какую-то новую организацию создают по деколонизации Российской Федерации. Всерьез люди собираются, какие-то там интервью дают, карты показывали, которые плавали где-то в западных политологических центрах, а теперь вот всплыли для общественного потребления, где там, я не помню, на 30 частей, что ли, нас хотят разделить. Ну, это, знаете, как вот пикейные жилеты. Есть такое понятие, доставшееся после Ильфа и Петрова. Еще есть русская пословица про Емелю. Пусть Емели занимаются своими делами. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Следующий вопрос. Макричан Гера Александрович из города Краснодара. Краснодарский колледж управления техникой и технологией. Мы видим новый мировой порядок, новый мировой порядок формируется. Как будет, ну, какими ролями будут обладать маленькие страны или потом большие страны в будущем? И вообще, в целом, каким будет новый мировой порядок в дальнейшем? Спасибо. По определению всегда, и это, собственно, заложено в уставе ООН, по определению большие страны всегда будут иметь больше возможности влиять на решения, которые принимаются в рамках многосторонних организаций. Это понятно. В правилах процедуры есть преимущества, которые имеют те страны, которые делают больший взнос в бюджет этих организаций. А чем у тебя больше территория, тем у тебя больше ВВП, тем больше взносов начисляется. Ну и многое другое. Ну и потом чисто политическое влияние. А другое дело, что такая вот большая страна, любая большая страна, которая пользуется серьезными выгодами от своих позиций в мире, участвуя в той же ООН или в других создаваемых организациях, ну, должна свою ответственность ощущать и уважать, в том числе уже цитировавшийся мной сегодня принцип устава ООН, где сказано, ООН основана на уважении суверенного равенства государства. Маленьких надо тоже уважать, и обижать маленьких вообще нехорошо. Это еще мама нас тех учила наверняка. Так что в большой политике то же самое. И вот когда происходит то, что мы сейчас видим вокруг Украины, вокруг нашей специальной военной операции, мы четко, устами президента, устами других руководителей нашей страны, излагаем цели нашей операции, объяснили подробнейшим образом причины, которые вынудили нас и не оставили нам иного выбора, кроме как такую операцию начать. И активно, да, через наше посольство в том числе рассказываем о том, что происходит и о своих оценках происходящего. Остальным странам, американцы и их сподвижники заявили категорическое осуждение, агрессии, аннексии, санкции беспрецедентные, там санкции из ада уже 7 пакетов, сейчас готовят 8 пакетов, ну если по-честному, вот мы сказали, что происходит и что мы думаем о тех причинах, которые нас вынудили это делать. Они сказали, что они думают по поводу нашей операции. Ну и все, и дайте остальным, как взрослым людям, соображать, кто прав, кто виноват, пусть сами разбираются. Но вот все эти месяцы, с самого первого дня специальной операции, американцы через своих посольств во всем столицам мира осуществляют демарши, требуя присоединиться к санкциям, требуя голосовать против России на разных международных площадках, требуя выгонять российских дипломатов, подкидывают какую-то дезинформацию о нашей вредоносной деятельности в соответствующих странах. И в этих своих действиях не гнушаются, ну совсем уже ударов ниже пояса, или приемов ниже пояса, когда просто конкретному чиновнику, от которого зависит голосование где-то или принятие какого-то решения, которого хочет добиться Вашингтон, говорят, ну если ты вот нас не послушаешь, то не забудь, у тебя счет в банке Ситибэнк, дети у тебя в Стэнфорде учатся, ну просто напоминаем. Я не шучу, я это знаю достоверно. Поэтому здесь уже вопрос воспитания, если хотите. Воспитания там на той стороне явно не хватает. Спасибо. Желающий задать вопрос меньше не остановится. Друзья, следующий вопрос. Волонтеры, помогайте, пожалуйста. Здравствуйте, Сергей Викторович. Меня зовут Сергеева Анастасия. Мой вопрос звучит так. По Вашему мнению, допустим ли страх в международных переговорах? Какие последствия это может повлечь при переговорах с иностранными представителями? Страх? Страх переговоров? Страх. Именно страх. В смысле вот человек идет на переговоры, ему боязно, да? Например, если другая страна лучше в каком-либо показателе, и он просто боится. Ну, всегда есть у переговорщиков, у каждого из них есть какое-то преимущество по сравнению с другими участниками. Ну, бояться-то не надо. Главное верить в те вопросы, которые ты продвигаешь, которые ты отстаиваешь. Убеждать. Вот у нас же называется сессия. Дипломатия эмоций, убеждения и удержания. Вот прежде чем удерживать, надо убедить. И здесь, ну, главное, опять же, возвращаемся к теме знаний. Чем больше знаний, тем для переговорщика важнее. Это если вот, если отбросить в сторону совсем не переговорные ультиматумы, о которых я только что говорил, то, конечно, все остальное – это вопрос знаний, вопрос умения убеждать. Все самые знания – сила. Друзья, следующий вопрос. Здравствуйте, Сергей Викторович. Спасибо большое за возможность задать вопрос. Меня зовут Авелина Димова, и я представитель сообщества «Большая перемена». В ближайшем будущем я планирую поступать на факультет международных отношений. И хочу задать вам такой вопрос. Московского государственного университета? Нет, Немо. Я хочу задать вам такой вопрос. Какие шаги я уже в своем юном возрасте могу помимо поступления сделать уже сейчас? Спасибо. Шаги для поступления или для… Микрофон, пожалуйста. Для того, чтобы стать ближе к своей цели. Ну, это такой, в общем, достаточно абстрактный вопрос. У каждого человека есть, надеюсь, у всех здесь присутствующих, конечно же, есть цели. И вы хотите подготовить себя максимально правильно, максимально хорошо, к самостоятельной жизни. И здесь, чем больше знаний, еще раз не устану повторять, тем эффективнее будут эти усилия. Ну, а конкретные шаги, если брать какие-то сферы человеческой деятельности, они зависят от той цели, которую вы себе поставили. Если это международные отношения, это тоже огромное, огромное поле, в котором есть сотни, наверное, подразделов, особенно сейчас, когда современные технологии внедряются в нашу работу. И есть уже цифровая дипломатия. Кстати, есть и общественная, народная дипломатия, культурная, научная, молодежная, спортивная. Это все мы активно поддерживаем, активно сотрудничаем со всеми этими структурами, которые появились. Поэтому, может быть, вот в рамках вашей цели и параллельно с учебой в университете, я вам желаю туда поступить, может быть, на эти вопросы посмотрите. Сейчас инициатива такого рода, когда особенно молодежное движение выдвигает предложение о том, чтобы проводить встречи, возобновлять какие-то контакты, они весьма и весьма востребованы. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, Сергей Викторович, я Дрожжина Полина, город Москва, и у меня такой вопрос. Как вы считаете, наши западные партнеры, вот в какое-то ближайшее время, например, полгода, все так же будут проводить ту политику, которую они сейчас проводят? Или все-таки поймут, что это проигрышная идея, и с Россией надо дружить, ведь, как-никак, скоро зима? Какой хороший вопрос, Сергей Викторович. Самое главное, что потом будет еще одна зима, и они уже об этом начинают думать. Да, здравые голоса раздаются, они публично, многие политики публично говорят о том, что санкции с санкциями, но когда-то придется договариваться, мы же живем рядом, и все то, что происходит, вредит нам очень сильно. Но пока это не стало мейнстримом и не овладело умами правительств, которые сейчас в Европе функционируют, и тот же Евросоюз, где вот еврогранды, как их называют, уже, по нашим данным, начинают подумывать о каких-то шагах навстречу друг другу. Но молодые европейцы, так называемые, это Прибалтика, Польша, ряд других, они категория, Чехия сейчас выбилась в разряд лидеров по русофобии, она возглавляет Евросоюз в нынешние полгода. Наверное, как такое осознание придет на каком-то этапе, но мы сейчас должны сконцентрироваться на том, чтобы обезопасить и свою страну, и отношения с дружественными нам странами, а их подавляющее большинство и 80% населения Земли, от любых капризов Запада, как от нынешних, так и от будущих. Потому что исключать повторение рецидивов, учитывая те события, которые сейчас мы наблюдаем в политической жизни Европы, со всеми этими течениями, тенденциями, агрессивностью, ничего нельзя исключать. Так что обезопасимся, а потом, когда наши партнеры, простите за русское слово, перебесятся, посмотрим, с чем они к нам придут. Спасибо. Друзья, и еще давайте один вопрос из зала. Чеченская республика, город Грозный, СОЖ номер 106. Здравствуйте, Сергей Викторович. Я вот тут. А, вижу, вижу, да. Здравствуйте, Сергей Викторович. Я Сулейманова Карина, и у меня появился такой вопрос. Как мы все уже знаем, в России, за последнее время у России появилось очень много врагов и недоброжелателей, которые активно проявляют русофобскую пропаганду. И у меня появился к вам такой вопрос. Как нам следует противодействовать и препятствовать этой русофобской пропаганде? Я считаю, это самый простой вопрос. Надо просто продолжать жить честно, надо продолжать двигаться к реализации тех целей, которые ставит руководство страны и которые поддерживаются народом Российской Федерации. И надо постоянно подчеркивать нашу открытость. Пусть приезжают и посмотрят. Пусть в Грозный период посмотрят, что это за город. Москва, Санкт-Петербург. Кстати, когда были подписаны так называемые Минские договоренности в 2015 году, которые положили конец развязанной режимом Порошенко в то время в войне против Донбасса, А этому предшествовал госпереворот, как вы помните, который привел к власти людей, мгновенно выдвинувших антироссийские русофобские лозунги. Так вот, когда Минские договоренности были подписаны и когда постоянно киевский режим нарушал свои обязательства, я лично говорил всем своим коллегам, с кем общался все эти долгие годы с 2015-го, почему ваших, не то что вы не приезжаете и не смотрите, как живут на Донбассе под этими постоянными обстрелами, почему вы журналистов своих не пускаете туда? Наши журналисты, напомню, все те годы, как и сейчас, работали 24-7 со стороны Донецкой и Луганской народных республик, показывая все те зверства, которые чинил киевский режим. А то, что происходило на украинской стороне, западные журналисты не освещали, просто их туда не приглашали, туда не ездили. Если бы они там были, они бы увидели, что Донецк и Луганск только отвечают на обстрелы, никогда не инициируют обстрелы, тем более по гражданским целям. Поэтому открытость, нам стесняться нечего. Мы гордимся всеми нашими республиками, включая Чеченскую республику, это на самом деле так. И приглашайте всех их, пусть они сами извиняются, отказываются, ставя тем самым себя в неудобное положение. Спасибо большое.